виталий приветствую тебя традиционная встреча до вторника после небольшой паузы опять же всему вино я отсутствовал некоторое время вот сейчас возвращаемся к нашим трейдерским будням наша обычная встреча и классический анализ смотрим на финансовые рынки на самые интересные возможности и подсказываем тем кто следит за нашим контентом что можно использовать здесь и сейчас сегодня ну наверное как и если говорить про действия трейдеров в отношении фундаментального фона сегодня как и неделю назад все обсуждают тему потолка государственного долга вроде бы как достигнута сделка соглашение компромисс на скажем верхнем уровне власти республиканской и демократической на своем брифинге сегодня также рассказывал что с одной стороны тем можно закрывать скорее всего дело формальности осталось элементарные обычные подписи с другой стороны все ждут сюрпризов но не все ладно скажу кто-то ждет определенных сюрпризов в момент голосования в палатах конгресса в палате представителей в сенате что якобы очень много противников тех условий сделки которые были согласованы и вот не очень-то и хотят поддерживать ну если рассуждать дальше но неужели опять же я не представляю ситуации чтобы мы ушли на второй круг обсуждения пред дефолт в состоянии американской экономики со всеми текающими отсюда последствиями поэтому я буквально с начала этой недели несмотря на то что вчера был выходной день в сша из-за дня памяти транслирую частично идею того что тему дефолта можно уже постепенно закрывать убирать мы к ней вернемся как любимому сериалу новому сезону через определенный период времени но не сейчас я думаю что на текущем этапе лучше по-прежнему фокусироваться на старых добрых темах таких как изменение процентной ставки в сша и как на это будет реагировать доллар что с ним будет и с другими финансовым активом соответственно позже сегодня я со своей стороны вернусь к индексу доллара еще пару слов скажу про золото потому что очень хорошие такие сигналы от индекса рыночных настроений и можно затронуть еще рынок нефти поэтому если с твоей стороны тоже будет что добавить по этим инструментом будет конечно же здорово и замечательно давай демонстрация канта да так индекс доллара у меня прямо сейчас открыт 104.31 на данный момент а если опять же вспомнить наш прошлый эфир я выступал за то что доллар будет слабеть я не думал что смогут так высоко затащить на тех настроения которые присутствовали на рынке но есть то что есть уже сделал акцент на то что сейчас фокус внимания рынка постепенно смещается на идею вероятность повышения процентной ставки очень сильно она кстати плавает я признаться не следил никогда прям знаешь вот в разрезе этот час еще через час что происходит с вероятностью подобным инструментов и дочь но обратил внимание потому что в последние дни прям активно наблюдаем вчера когда с утра я готовился к брифингу вероятность была 68 процентов потом она к вечеру просила до 50 с небольшим процентом сейчас она снова там в районе 65 процентов странно конечно же что падает точнее ну растет и падает волатильный этот индикатор учитывая что как такового фундаментального фона вчера не было каких-то интересных отчетов за которым можно было бы зацепиться но они будут опять же в эту пятницу первая пятница месяца традиционный non-farm barrels релиз ему будет предшествовать отчеты дипи в этот раз в четверг он выйдет потому что понедельник был выходной день и публикации отчетов смещаются на сутки вперед из-за этого ты знаешь я разделяю наверное мнению тех кто считает что данные по non-farm скорее разочаруют даже по прогнозам мы видим цифры 180 170 тысяч это сильно контрастирует с показателем двухмесячной давности поэтому я останусь как бы верен своей идее того что если рынок начнет активнее сомневаться в том что уместно еще на повышение процентной ставки это должно все-таки негативно отразиться на курсе доллара и мой прогноз опять же что после того как выйдут слабые данные по non-farm в пятницу я допускаю что вероятность повышения процентной ставки снова где-то припадет ниже 50 процентов и этого может быть достаточно чтобы локально доллар ушел на коллекцию ну а там уже на следующей неделе будут данные по инфляции посмотрим на то как этот релиз повлияет на долл я средне долгосрочным рассматриваю индекс доллара с точки зрения коротких позиций так по поводу золота текущей котировки 1938 долларов за тройскую функцию я нахожусь в поиске уже несколько недель точки хода в актив и хочется его купить но я не могу себе позволить купить золото когда вижу что в рыночный сантимент в частности кайман на которые я периодически делаю акцент когда есть хорошее значение по большинству и меньшинству индекс настроения показывать что сейчас не просто толпа прям огромная группа тотальное большинство трейдеров золото покупает и мы знаем что как правило когда толпа оказывается на одной стороне рынка действует не так как думает толпа развивается трента против этого ожидания и против идеи большинства в целом золото под давлением уже несколько недель подряд тот момент когда стали активно обсуждать идею дефолта в сша мы как раз увидели повышенный спрос на доллар вверх после доходности американских трежерис золото снизилось я думаю что золото вот где-то рядом уже со своими локальными минимумами должен последовать разворот и если уж много было сказано про нонфармы я думаю что как раз этот релиз станет катализатором смены рыночных настроений если это произойдет то буквально уже во время следующего эфира во вторник я очень надеюсь на это буду уже рекомендовать сделку на покупки с целями возвращения золота в район двух тысяч долларов за тройскую комнату сейчас покупать не рекомендую если кто-то хочет прям поспекулировать до пятницы на идее развития текущего тренда на рыночном сантименте то можно попробовать опять же с короткими стопами там в районе тысячи девяти 150 долларов за тройскую комнату шортить со целями 1920 1910 думаю что из этой сделки может быть что-то интересное и что касается рынка нефти котировки 76 70 долларов за тройскую точнее за баррель это уже это черное золото а не традиционное классическое о нефти я еще пока что продажах думаю что ближайшие дни есть больше потенциал для реализации именно развития медвежьего тренда рыночный сантимент если оценивать инструмент бренда толпа покупках в данном случае действую против толпы долгосрочно если кто-то интересуется нефтью с точки зрения того что будет там концу этого года то он я практически без какой либо доли сомнений могу сказать что золото будет черное дороже текущих уровней и там котировки будут наверное в районе 85 90 или даже повыше потому что ну мы вернемся к теме значительного сокращения предложения роста потребления на фоне восстановления экономики китая но на данном этапе есть как косрочный еще потенциал для развития нисходящей динамики на этих выходных заседания опек важные события для рынка нефти зависимости от того что будет по решению принято и согласовано это напрямую повлияет на рынок нефти дальше поэтому я допускаю что понедельник мы искаюсь и увидим открытие рынка нефти бренда будет с гэпом но я почти уверен то что каких-то дополнительных снижений объем нефтедобычи не будет особенно после того как страны опек фактически месяц назад согласовали дополнительные снижения в совокупности на 1.6 миллиона баррелей поэтому будет простая оценка текущего соотношения спроса и предложения а будут снова заявление о том что страна опять готова сделать все возможное что поддержать баланс на рынке нефти но в целом я думаю что первая реакция будет все же негативная поэтому по бренду моя цель это тестирование поддержки 75 долларов за баррель и потенциальный уход там еще на пару долларов ниже ну а дальнейшие перспективы уже обсудим во время следующего эфира следующий торминг виталий что у тебя так всех приветствую по поводу скажем новостей по госдолгу согласен что это уже ушло на второй план и сейчас большинство скажем ну номер один так скажем будут интересовать какие будут экономические показатели выходить по сша чтобы понимать что дальше будет ставкой так как есть разные сигналы от глав скажем региональных фрс до региональных банков которые там кто-то за снижение ставки кто-то за повышение да то есть несколько было на прошлой неделе лишь если не ошибаюсь заявление что ставку мы еще будем поднимать хотя на прошлом заседании фрс говорили что возможно мы остановимся хотя ну да 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 поэтому будут смотреть на вот эти все показатели и поэтому вот нон фарма как раз он является таким сильным триггер да которые будут показывать что дальше будет я это смотрю только в контексте в контексте так скажем триггера да уже все графически оцениваю вот на последнем нашем скажем на последней нашей так сейчас сделаю демонстрацию экрана на последней нашей битве да я говорил что в принципе я зашорт индекса доллара но на следующий скажем через два дня я перевернулся вот вот эти обзорчики которые мы вот записывали две недели назад вот этот обзор я сразу когда появился сигнал на покупку индекса доллара вот здесь через два дня и дальше последующих своих обзорах я советовал только покупать индекс доллара то есть получается мы вот здесь торговались я был еще думал что будут продавливать низ дальше после вот этой девочки я понял что вот этот мой паттерн который здесь сформировался среднесрочный он будет отрабатывать наверх принципе цели я который называл первые мы сделали дальше ожидаю выше но посмотрим будет ли это все через коррекцию пока я вышел с покупок индекса доллара вот мы даже еще вчера я советовал своим ребятам покупать индекс доллара шортить евро доллар шортить золото на мы локально сегодня отросли и я пока вышел с этих сделок почему так как присутствует дивергенция по этим инструментом на четырех часовом там фрейме и может любой момент скажем рынок скорректироваться и уже после если будет коррекция я дальше буду работать на рост индекса доллара на снижение евро доллара и на снижение возможно золото да так как золото аналогично я продавал вот с этих значений да то есть здесь я получил был стоп лосс в конце апреля то есть начале точнее мая да то есть повыносила и дальше вот начало мая где-то там числах десятых я только шортил золото и мы видим что у нас здесь образовался четкий даун тренд да ну как такой краткосрочный да за последний месяц и пока мы находимся ниже этого тренда говорить о росте говорить о росте золота сложно то если мы его уже сломаем то там дальше можно будет что-то обсуждать это что касается индекса доллара евро и золота пока я с этих сделок повыходил и каких-то идей не буду давать а вот выскажу свое мнение по таким инструментом как нефть вот дам свое мнение и по биткоину да ну еще если забегая наперед по s&p 500 тут у меня с ним не сложилось да за май месяц вот индекс доллара евро золото это было топ актива с которым я работал они отработали на 5 с плюсом и еще топ актив с которым я работал это было был s&p 500 я его шортил и так скажем неудачно было несколько таких снижений вот здесь небольшое маленькое очень вот здесь но я ожидал пониже так как индекс доллар рос да логично было что будет турбулентность на рынке инвесторы будут уходить с риска то есть уходить в валюту гавань это получается доллар и будут избавляться от акций но этого не произошло произошла такая раскорреляция и все-таки фондовый рынок вырос хотя там локально можно было один-два дня заработать но я ожидал побольше дальше если так еще дать комментарии по s&p 500 конечно он смотрится лонгова но я по s&p 500 опирался больше на индекс страха а он у нас весь так скажем май и практически апрель мы находимся на минимумах в районе 19 пунктов 18 19 и отсюда я ожидал какие-то какой-то триггер который обвалит сильно фондовый рынок да этого обвала не случилось было скажем была здесь небольшая коррекция как и по s&p и не случилось поэтому если говорить дальше о s&p 500 возможен какой-то будет скажем новостной триггер который обвалит его на этой неделе или там на следующий так как индекс страха на минимумах конечно его могут продавить ниже этих уровней но это такая критическая точка откуда мы можем скажем достаточно в любое время прыгнуть наверх сильно поэтому вот кто хочет застраховаться на рынке акций я бы покупал индекс страха секущих или после локального импульса и с надежды что будет вот такой всплеск скажем роста обязательно сохранять риски так как могут это все и продавить да на какое-то время ну и дальше торговым идеям по нефти у меня чуть-чуть другое мнение я думаю что нефти будет в да в среднесрочной перспективе возможно расти вопрос будет ли одно с текущих или еще будут тестировать вот те значения которые ты поставил на take profit район 74 75 вот эти минимумы локальные которые были последние там две-три недели или мы с текущим идем в рост или еще будет до набор позиции сюда то есть это затянется дело еще там на недельку-две да и дальше будет рост потому что мы последнее время избегали рынок нефти в принципе аналогично и много вопросов было от ребят что там по рынку нефти вот сейчас уже более-менее что-то появилось как мне кажется на разворот данного тренда и то здесь очень сильный тренд вниз и если смотреть на экономические показатели китая ну там все плохо да если там смотреть в разрезе потребитель не тратить деньги вот если посмотреть потом второй момент еврозона точнее не еврозона германия ввп отрицательные да и у нас уже два квартала подряд снижение это это скажем рецессия признак плюс если смотреть экономический спад плюс инфляция большая это стахфляция да то есть это стахфляция в экономике поэтому с экономической точки зрения за рост сложно сказать возможно поможет нефти если будут какие-то договоренности как ты сказал по опек да по сокращению нефти если там скажем договорятся то даже на небольшой процент сократить добычу это приведет скажем очень сильному росту и мы можем улететь очень далеко но когда это будет время покажет поэтому подбираем нефть посмотрим будет ли она расти там ближайший месяц дальше что касается еще рынка криптовалют по биткоину здесь образовался такой за последние полтора месяца легкий коррекционный нисходящий тренд и у меня есть мнение что мы можем его продолжить и пока мы находимся ниже вот этой трендовой линии плюс мы практически вчера протестировали среднюю скользящую 50 до этого она служила таким скажем сигналом показателям тренда да и сейчас мы его сломили и поэтому пока мы находимся ниже там 28000 я больше за снижение мы можем падать как секущих так еще возможно подождать более надежного сигнала локальный импульс какой-то вниз на дневке и дальше уже смотреть с коррекции точки входа на шорт обновление это 25000 и возможно ниже где-то в районе там 24-23 тысячи как то вот так возможно возможно это как-то совпадет еще дополнительно с S&P 500 если какие-то появятся триггеры на рынке виталий пассивьте за точку зрения следим напомню что в конце этой недели как раз будут потенциальные триггеры это блок данных по американскому уровню труда от уровня безработицы до темпа просто зарплатных плат которые напрямую влияют на инфляцию ну и дальше уже будем ждать инфляционных показателей и само юническое заседание вот это важное что решит фрс хотя наверное сам фрс так же как и мы в абсолютном без вене подойдет опять же к этому событию и будет фактически принимать решение в день самого заседания я думаю да я бы еще добавил тут какая цель у фрс да глобально если добить рынки и добить население мировое они в принципе будут дальше повышать ставки сокращать баланс и если у них такая скажем цель да если у них цель обратная то они будут сокращать ставочки печатать кучу денег и тогда будет очень все очень сильно расти скажем на ближайшее время то есть посмотрим это будет тоже сигналом с кем фрс да будет ли она давить на на мир потому что скажем если там да если верить там разные теории заговора поэтому изначально друзья ожидая триггера контролируем риски следим за плечами загрузки депозитов это принципиально важно ставим стоп лосса всегда далее ну а мы с тобой продолжим держать руку на пульсе соответственно следующий вторник уже по горячим следам после нон фарма обсудим как там и что поменяется с долларом и с ожиданием по процентной ставки спасибо тебе что смог найти время подключиться обсудить рынке тебе тоже хорошие недели хорошего трейдинга он он формам если вообще будешь что-либо делать непосредственно под эту новость и до скорых встреч пока пока удачи